МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дороховой Натальи Павловны о том, что брак ее подопечной Сазоновой Марии Павловны и ответчика Сазоновой Юрия Петровича следует считать недействительным. Опекун утверждает, что в 2010 году Сазонов создал брак только исходя из корыстных побуждений, без намерения создать семью и лишь с целью получить имущество супруги, согласно статье 27-й части 1-й Семейного кодекса Российской Федерации. Вот такое заявление от опекуна. То есть то, что брак со стороны ответчика носил фиктивный характер, и ответчик заключал брак без цели реально создания семьи? Совершенно верно. В 2010 году ответчик заключил брак с Сазоновой, и тогда же был заключен брачный договор, согласно которому при разводе ему достается большая часть квартиры подопечной опекуна. Более того, вскоре, после заключения брака, квартира, да, предупреждаю, она была муниципальная и получена Сазоновой на себя. Была приватизирована квартира без указания долевого участия. А далее был заключен брачный договор, согласно которому большая часть квартиры, а именно три четверти по этому договору доставалось Сазонову. Его супруге только одна четверть, что уже само по себе достаточно серьезно настораживало. В результате вот этих сведений была проведена прокурорская проверка, полностью все было подтверждено, и, соответственно, здесь сделан такой вывод. Основание этой проверки. Дело в том, что до брака Дорохова, заключение брака, Дорохова стояла на учете в психоневрологическом диспансере, болела эндогенной депрессией и принимала лекарственные препараты. После опроса свидетелей, ответчик продолжал поддерживать интимные отношения со своей первой женой, что было известно его нынешней жене, и что привело, так сказать, к скандалам и прогрессированию болезни. В результате чего она была признана недееспособной. Восемь месяцев назад взята под опеку своей сестрой Дороховой Натальей Павловной. Ответчик отказался стать опекуном. И пять месяцев назад он оформил развод на основании того, что его супруга недееспособная. Значит, прокуратура, исходя из вышеизложенного, просит, так сказать, расторгнуть... То есть признать брак недействительным. И ликвидировать запись о расторжении брака. Поясните мне, пожалуйста, в данной ситуации опекун обратился в органы опеки, я правильно вас понимаю, да, с заявлением? Да. Или непосредственно... Он обратился непосредственно в прокуратуру. В прокуратуру. То есть опекун непосредственно обратился в прокуратуру, и в настоящее время вы заявляете исковые требования в интересах недееспособного... Совершенно верно. ...по заявлению опекуна. Да. Ваша честь, я прошу допросить в качестве свидетеля Дорохову Наталью Павловну. Опекуна. Опекуна. Она расскажет больше подробностей. Мне, пожалуйста, все материалы по делу через судебного пристава передайте. То есть, по нашему мнению, здесь просматривается корыстный умысел со стороны ответчика. Ну, то есть не корыстный умысел, то есть вы правильно сказали, но с точки зрения прокурора вы сказали правильно, корыстный умысел. А вот с точки зрения семейного законодательства ответчик заключил брак без цели создания семьи. Совершенно верно. Пожалуйста, ответчик, я вас слушаю. Ни с чего начать. Дело в том, что мы с Марией познакомились, когда я пришел к ней чинить кран. Вот. Ну, раз пришел, два пришел. Все нормально было. Дело в том, что она, женщина, была одинокая. Ну, и, как она говорила, единственная у нее была... Я у нее последний, единственный мужчина. Вот. Брак заключили мы, и заключили мы именно брачный договор, то есть я этого не знал. Я не знал, что такие договоры существуют. Она настояла на этом, чтобы мы сделали этот договор, то есть подписали его. Я не согласен с тем, что прокурор предъявляет то, что именно, что оно было неправильно подписано, то есть или что он там говорит. На момент ее недееспособны считать. Почему? Она дееспособна. Нет, простите, пожалуйста, как раз напротив. У нас представитель прокуратуры говорит о том, что на момент вступления в брак и подписания брачного договора ваша бывшая супруга была дееспособна. Иск заявлен о признании брака недействительным по признакам фиктивности, поскольку представитель прокуратуры утверждает, что вы вступили в брак без намерения реально создать семью. И в качестве доказательств представители... Так это со слов только. А? Это со слов только. Нет, подождите. Я ушел от бывшей жены, то есть оставил ей ремонт, то есть полностью квартиру. Единственное, что там был прописан. Пришел я к Марии, она мне, я же говорю, изначально сказал, что я у нее единственный мужчина, как она сама говорила. И надо заключить брачный договор. Нет, я же говорил, что брачный договор, я не знал, что они вообще такие существуют. Нет, ответчик, 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 ну согласитесь со мной, что вот это достаточно такая, ну как сказать, вот представитель прокуратуры, он так очень деликатно выразился, стало вызывать сомнения. Я бы так сказала, у меня эти сомнения начинают перерастать в определенную уверенность. Муниципальная квартира, ваша супруга приватизирует, она пока там одна, имела право на участие в приватизации, там больше никого не было, вы не были поставлены на регистрационный учет. Человек один имеет право на участие в приватизации, приватизирует квартиру, и почему-то в этой приватизированной квартире три четверти ваших. Я же объяснял, просто, может, не так я выразился, или вы не поняли. Дело в том, что я же говорю, когда я, я был женат, я когда уходил от жены, Маша сказала, то есть, ну, я говорю, я не хотел уходить, то есть, говорю, что я там прописан, я там был временно прописан, то есть, и делал там ремонт, сделал полностью ремонт квартиры. И остались временно прописаны. Нет, а Маша говорит, то есть, ну, можешь, ну, как бы смело уходить, ну, у нас уже, как бы с ней любовь была, нормально всё. И, как бы, говорит, я тебе компенсирую, то есть, пропишу постоянно у себя, ну, как бы, там, тот же ремонт, то есть, компенсирую тебе в полном объеме. Хорошо, отвечу, пожалуйста, суду на вопрос. После расторжения брака в настоящее время вы получили свидетельство на три четверти квартиры? В настоящее время? А? В настоящее время нет еще. Нет, вы не стали оформлять свидетельство? Нет, свидетельство есть, но я не получил, так как мы еще не делили ничего. А, ну понятно, но свидетельство есть. Свидетельство есть, конечно. Хорошо. Скажите, пожалуйста, ответчик, причины, при которых вы отказались выступить опекуном по отношению к вашей при судебном заседании, где ваша супруга признавалась недееспособной? Ну, тогда немножко вкратце. Вкратце. Дело в том, что в последнее время, когда я с ней начал разводиться уже, я пять месяцев уже с ней не жил, потому что когда я приходил домой с работы, она уже не в меня до того была, подозревала меня постоянно, что я изменяю. То есть я пошел на работу, она через 10 минут звонит, ты где-то, ты там уже где-то мне, грубо говоря, изменяешь. И прихожу домой, ну уже надоело, там, день, два, месяц, три. Каждый день одно и то же. Прихожу домой, она опять-то мне изменяла. Так, хорошо. Ваша честь, согласно опросу свидетелей, как я еще раз напоминаю ответчику, он продолжал интимные отношения, продолжал жить реально с первой женой. То есть второй его брак существовал только на бумаге. Реальных брачных отношений там не было. Поэтому здесь сразу материальный интерес возникает. Так, ответчик мне свидетельство о расторжении брака, брачные договоры, свидетельство на три четверти квартиры через судебную приставу. Передайте, пожалуйста. Так, вы свидетеля заявляли, да? Да. Пригласите, пожалуйста, в зал свидетеля истца. Свидетель истца, пройдите. Здравствуйте. Я Дорохова Наталья Павловна, опекун своей сестры, Марии Сазоновой, жены вот этого афериста. Кто еще аферист? Да, да, афериста. Я вот намерена доказать, что этот брак действительно фиктивный, и его следует считать недействительным. Потому что, ну вот, сами подумайте, сестра моя уже с 2008 года стояла на учете в диспансере, пила таблетки. Неужели вот он не видел, не знал, что она война? А почему вы мне не сказали, если она не говорила? Вы бы хотя бы прошли, не звонили. Простите, пожалуйста, свидетель. Простите, пожалуйста, суд хотел бы вам пояснить, что прокуратура в интересах вашей подопечной заявила исковые требования о признании брака недействительным по признакам фиктивности. Да, вот я хочу сказать. Фиктивность, еще раз, фиктивность усматривается в том, что ответчик вступал и регистрировал брак без целей, намерения создать семью. Понимаете, в чем дело? А вы мне сейчас говорите о психическом состоянии вашей сестры. Ну, дело в том, что он был зарегистрирован с моей сестрой в браке, а сам жил у своей первой жены. И довел мою сестру до такого состояния, что она один раз убежала из дома, попала в милицию, потом в больницу. Оказалось, вот, все на почве того, что он ее доводил. А почему она попала в милицию? Потому что она же не приходила ночевать домой. А я побежал к жене, куда мне еще ночевать? Если вот он собирался создать семью, почему же он тогда жил у своей первой жены? А вы как это можете доказать? Я сама вот увидела, приходила к ней, он там в тапочках домашних, в халате. Так а в чем мне ходить дома? Вот он ведь там сам узнает, что она... С ножом за мной бросалась, топором один раз. Да куда мне ночевать? А значит, ты ее доводил. Последние пять месяцев... Как я ее мог доводить? Я последние пять месяцев жил уже у своей бывшей жены, говорил, ну, временно. Мне сестра звонила, постоянно говорит, что он меня доводит, он до мной издевается. Ну, конечно, она состоит на учете. Чуть ли не женщин других приводит домой. Ночевать не приходит. Еще раз повторюсь, по мнению прокуратуры, опекаемая его бывшая супруга, она была недееспособна еще до заключения брака, и на усмотрение уважаемого суда я оставляю это мнение прокуратуры. То есть вы считаете, что не то, что она была недееспособна, потому что недееспособна только по решению суда. Да, разумеется. В этой ситуации вы считаете, что в момент вступления в брак уже бывшая супруга-ответчика не вполне понимала значение тем действиям, которые она совершает? Да. Именно так. И вот можно я скажу? Ваша честь, документально нигде это не зарегистрировано, что суд ее признал невменяемой до нашего вступления в браке. Недееспособной. Так она же уже стояла на учете в диспансере, таблетки пила. Подождите, ну, свидетель, ну, от того, что у нас люди стоят на учете и пьют таблетки, они никто, вот, как бы, там, знаете, у нас человек ставится на учет, он что, прям сходу недееспособный? У нас поэтому установлен судебный... Да она старше его была. Какая там любовь, вот что... Она влюбилась. Я понимаю, а что он полюбил старше намного женщину, причем больную. Он заранее, когда приходил чинить, я увидел, что женщина к нему чем-то воспылала, и что они вполне здоровые. Любовь была у нас нормальная. Я заранее запланировала уже завладеть жильем, вступить в брак, и потом вот этот договор грабительский составил. Договор составила ваша сестра. Да не могла она составить такой договор. У нас вообще ни одного... Один единственный договор у нас в нашем городке составлен, такой брачный. Ни одного... Это уже расчет. Простите, пожалуйста, ответчик, ответчик, простите, пожалуйста, за инскромный вопрос. У вас какое образование? Средне-специальное. А у вашей первой супруги? Тоже средне-специальное. Тоже средне-специальное. И что такое брачный договор, не знаете? Ну, как бы до этого я слышал. До этого вы не знали. Понятно. Суд удаляется для принятия решения. А теперь вернемся в зал суда. Суд, рассмотрев иск прокуратуры, заявленного в интересах недееспособного, заслужив возражения ответчика по заявленным исковым требованиям, опросив свидетеля со стороны ИСЦА, а именно опекуна, недееспособный, заявленные исковые требования удовлетворяет и признает брак недействительным. Суд также выносит решение об аннулировании записи, о расторжении брака и о признании недействительным, полученном свидетельство о праве собственности на 3-4 доли квартиры, свидетельство, которое было получено ответчиком после расторжения брака на основании условий брачного договора. Суд признает данный брак недействительным, потому что брак со стороны ответчика носил фиктивный характер, так как он заключал его без намерения создать семью, а только с целью получения прав на имущество супруги. Об этом свидетельствует поведение ответчика, который на определенное время создавал видимость семьи и, получив желаемое, то есть регистрации по месту жительства супруги, право собственности на часть квартиры по брачному договору, резко изменил свое поведение по отношению к своей супруге. Зная, что супруга страдает психическим расстройством, он стал провоцировать ее на скандалы, что ухудшило состояние ее здоровья, в результате чего она была признана недееспособной. При этом ответчик отказался стать ее опекуном и сразу же фактически расторг супругой в ЗАГС через органы ЗАГСа как с недееспособным лицом. В данной ситуации суд сопоставил даты, потому что признание недееспособной достаточно длительная процедура. То есть в этой ситуации сопоставимость дат позволяет суду сделать следующий вывод, что фактически сразу после судебного заседания, на котором недееспособная была признана, простите, ваша бывшая супруга была признана недееспособной, вы первоначально не явились на это судебное заседание, сразу же после этого обратились в органы ЗАГСа и при этом на просьбу органов опеки ответили категорическим отказом о том, что вы возражаете против рассмотрения вашей кандидатуры на назначение вас опекуном. Это обстоятельства в совокупности с иными обстоятельствами вы в том числе не отрицаете того, что на протяжении последних пяти лет перед расторжением брака вы уже не проживали с вашей супругой, а проживали по месту жительства с вашей первой супругой, ссылаясь на определенные конфликтные взаимоотношения. Суд считает, что исходя из всех фактических обстоятельств вы вступили в брак и только с одной единственной целью получить возможность распоряжения, владения и пользования имуществом вашей супруги. Поэтому суд рассматривает это как фиктивный брак, поскольку вы в него уступали без целей создания семьи. Кроме того, суд выносит решение об аннулировании записи о расторжении данного брака, поскольку органы ЗАГСа внесли данную запись по заявлению только одного из супругов, правильно? Да, и у вас есть сейчас на руках свидетельство о расторжении брака. Вот эту запись, не вашу свою, а вот эту запись в книге записи гражданского состояния суд и аннулирует, поскольку брак ваш признан недействительным. И, следовательно, он признан недействительным с момента его заключения, а не с момента его расторжения. А поскольку брак признан недействительным, и суд аннулирует запись о расторжении брака, то брачный договор перестает действовать. А раз брачный договор перестал действовать, перестали действовать все условия брачного договора, и, следовательно, суд признает недействительным ранее полученное вами свидетельство о праве собственности на три четвертую доли квартиры. Да? Понятно вам этот ответчик? Все понятно вам? Суд благодарит представителей прокуратуры за то, что они защищали интересы недееспособного лица. Дело закрыто. Решение суда. Иск удовлетворит. В практике прокуратуры дела брачных аферистов, к сожалению, не редкость. Прокуратура боролась и будет бороться с такими проходимцами. Я так и не понял. Я остался и без квартиры, и без жены.